Тринадцатого сектора у нас нет. Мы не любим несчастливые числа, поэтому тринадцатый сектор был исключён из жильёвки. Какая красота! Смотрите и завидуете, что называется. Я пришёл, как говорится, с прямым эфиром. Команда занята делом. Ветер нам в харю, поэтому, может быть, ветер будет немножко мешать микрофону, но я надеюсь, вы услышите. Меня все стараются кормить, потому что завтра будет уже намного тяжелее это делать, естественно. Против ветра. Давай довольная команда. Да. Самая довольная, самая рабочая команда у нас. Сто процентов. Самая лучшая команда Барракуда. А у кого-то были сомнения? Ну у Антиасов были сомнения. Андрюха, в другой команде сомневающихся нет. Все правильно. Надо идти до конца. Пока не грянула буря, надо половить. Да, вы правы. Хотя, с другой стороны, буря очень часто нехило клюёт. Но если ветер будет сто километров в час, как говорят, никто ничего не забросит. Зато рыбу будет выбрасывать просто на берег. С подсаком стоишь и всё. И вытерпываешь её оттуда. Опять же, если будет гроза, то 100% будет сообщение по общему чату о том, что соревнования останавливаются до следующего сообщения. Если грозы не будет, а будет просто ветер, это на усмотрение команд. Смотрите, ребята, я боюсь, что просто будет ситуация, когда вы будете бороться с вот этим, а не с вот этим. У нас предупредили, что здесь сильно бедные вот эти жилинские и здоровые десерки катаются, как перекатить. Да. Я ему говорю, что это славно. Я ему сказал, что давай мы встретимся в дереве. Он для тех пор. Он для тех пор. Это опасно. Могут поменять тех, кто. Сами с тобой не хотят. Главное, чтобы они не поменяли ориентацию внезапно во время соревнований. Это очень опасно. Ну а как сектор вообще? У нас днем очень много. У вас ночная? Да. У нас стадион. У нас стадион. Но не только у вас. Кстати, вы это не можете заметить у меня? 5 секторов. Есть очень большое количество секторов, которые работают ночью. Да. Видишь, мы только первую ночь поняли, оттуда брать, на стол брать. То есть сегодня уже ночью посмотрим, как оно будет. Утром четыре похлевки первые, четыре сома. Четыре сома? Ну да, тут многие ждут. Как раз может быть для кого-то это будет хуже. Да. Есть те, кто сейчас плющат. Может такое сказаться, что на них это повлияет в негативном плане. Есть те, у кого идет в основном днем. Но я тебе говорю, что почему-то мне кажется, что большинство ловит ночью. Час, два, три, четыре, пять. Ты так вот смотришь на эти. И, кстати, вот на Омну не то же. Ночью. Покрелка после трех часов. После трех часов ночи? Да. Понятно. Ну да, да. Откуда заход? Как бы сегодня мы будем готовы. Там пошли. Но без негного хлва очень сложно. Я знаю, что надо обладать там все четыре. Я не знаю, что надо обладать. Не знаю. Вы знаете, что самое интересное, что здесь есть пружины ракетики. Да, ракетики стояли. Ни одной поклёвки. Даже вот такой пойма на нигде нет. О чем мы там поедем? Ну а вчера без берега ставлены были пружинами там. Право стояли, слева стояли. Виталь стоят. Но с поклёвками у них ничего не было. Как бы 12 сектор от вас далеко, да, получается? Ладно. Ну что ж, ребята. Желаю вам ни хвоста, ни чешуи. Бессонных ночей, как говорится. Чтобы наши судьи страдали от ваших звонков. Будем бороться за побед. До последней. До последней победы. Спасибо вам всем. До встречи в следующих эфирах. Заходите, смотрите. Вы потом в отчёте увидите ссылку на ваше типа интервью. Так что сможете потом поделиться с друзьями и близкими. На обратном пути на ваше. Да. На обратном пути на ваше. На обратном пути на ваше. Так я просто думал, что может мне уже сделать обратный путь. Дело в том, что... А? Да. Да. Ладно. Хорошо. Схожу к ним. Всё. Спасибо. Следующий эфир минут через пять. Ух. 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 Продолжение следует...